В республике при уполномоченном по правам ребенка заработал детский общественный совет. Ребята встретились с представителями Министерства образования, чтобы наметить план работы. Сам институт уполномоченного обеспечивает защиту прав и интересов детей. Это важнейший инструмент взаимодействия государства и общества. У детского общественного совета свои задачи. Постоянные контакты со сверстниками помогают быть в гуще дел и интересов школьников. Что волнует их в первую очередь? Какие проблемы они испытывают? Все ли в порядке в семье? И нужна ли помощь со стороны взрослых? Общаясь друг с другом, знаете ведь все. Кто как живет, как ваши друзья, чем они занимаются. Вы знаете, как светлую сторону жизни, хоть и недолгой, но и темную сторону. И надо сделать все, чтобы... Даже не обязательно общественные советы такие, как сегодня мы здесь с вами собрались. Вообще все. Вся молодая вот эта общественность, все дети общались друг с другом, дружили. В состав совета вошли 30 ребят по одному представителю от каждого муниципалитета. Они будут в курсе всех молодежных дел и инициатив. Для чего же нужны помощники детскому общественному совету? Для того, чтобы проводить активно свои мероприятия, акции и эту информацию довести до ребят, обучающихся образовательных организаций, нам нужны помощники. Данная встреча у нас, она первая с помощниками по городу Чебоксары. Мы планируем в ближайшее время такие же встречи проводить и в других муниципалитетах. Ребята настроены серьезно. Помощники из образовательных организаций города Чебоксар будут помогать нам в проведении общешкольных мероприятий по актуальным темам и вопросам детей, а также подготавливать материалы для специальных ежегодных докладов. Для быстрой и эффективной работы у совета есть группа в социальной сети ВКонтакте. Она осуществляет сбор поступивших обращений, жалоб, просьб и предложений детей Чувашии. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика.